Сал самолеты РФ в Татарстане. Российские шахеды полетели на Беларусь. Массированная атака на Киев этой ночью. Израиль нанес удар по столице Ливана. Лидера Хамас убили в Тегеране. Венгрия обвиняет Еврокомиссию в шантаже. А Александр Хижняк в четвертьфинале Олимпиады 2024. Главные новости на этот момент далее. Самолеты бросало словно ветки. Так очевидцы описали нападение стихии на российский аэродром в Татарстане. Настоящий смерч засняли над аэропортом Бегишева. Местные паблики пишут, что в аэропорту находились учебно-тренировочные самолеты Diamond 42, которые летали по взлетной полосе как игрушечные. Мощные порывы ветра их то поднимали в небо, то бросали на землю. Ураган также повредил вертолет, фасады зданий, деревья и даже бетонное ограждение. Закрывайте все, что можно. Вон он, смерть. Твою... Повреждена авиационная техника, а также хозяйственные и административные постройки, заявили в ПАО КАМАЗ, которому и принадлежит аэропорт. Вскоре россияне докажут, что потоки воздуха двигались со стороны Украины. Скорее всего, по приказу штатов. В Беларуси поднимали истребители из-за угрозы российских шахедов. Белорусский Гаюн пишет, что ночью на аэродроме Барановичи подняли в воздух истребитель ВВС РБ, а утром на аэродром Лунинец прилетели два вертолета Ми-8. И маловероятно, что их прилет связан с ожиданием российской ракетной атаки по территории Украины. БПЛА был не один. Мониторинговые каналы писали, что первый двигался на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в направлении Чернобыля. Потом в воздушное пространство зашел еще один, а в приграничной зоне насчитали шесть шахедов, которые находились на севере Черниговской области Украины. Точное количество российских беспилотников, которые пересекли границы Беларуси, неизвестно. И это далеко не единичный случай. Ведь с 15 июля на аэродроме Бобруйск практически ежедневно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ, чтобы сократить подлетное время к границе с Украиной для перехвата залетающих в Беларусь российских шахедов. Судя по всему, угроза новых прилетов российских шахед 136-131 в Беларусь сохраняется. До настоящего времени государственные органы не комментировали ситуацию. А долетело что-то таки до Шебекина в Белгородской области. Там горит многоквартирный дом. Столб дыма виден за несколько километров. На видео видно разрушение дома и якобы повреждены стоящие рядом автомобили. Местные паблики пишут, что по городу якобы ударили из РСЗО с кассетной боевой частью. Губернатор Гладков заявил, что пострадавших нет. В общем, ночь была неспокойной для России. Беспилотники атаковали сразу пять областей. В результате ночной атаки на одном из объектов в Курской области начался пожар. На данный момент огонь локализован. Также взрывы слышали еще в нескольких областях. Об этом пишут РосСМИ. В МОРФ тем временем отчитали, что их валеная ПВО уничтожила 11 БПЛА Белгородской, 4 над Брянской, по одному над Курской, Калужской, Ростовской областями и оккупированным Крымом. Над Курской областью также якобы была сбита ракета «Нептун-МД». В генштабе ВСУ сообщили, что сегодня ночью был нанесен удар по складу для хранения военной техники, как раз возле Курска. Противовоздушная оборона Украины сбила более 40 российских БПЛА в Киеве и на подступах к городу ночью и этим утром. Жертв и разрушений в столице предварительно нет, сообщает Киевская городская военная администрация. Армия РФ осуществила самую массированную атаку беспилотниками на Киев за весь 2024 год. Воздушная тревога в столице продолжалась более 7 часов. Россияне нанесли удар шахедами по столице двумя волнами. Утром ПВО сбило еще несколько беспилотников. Во время утренней второй волны воздушного удара вражеские БПЛА продолжили атаковать Киев волнами с определенных направлений. Но ни один беспилотник своей цели не достиг, как отметили в КГВА. В воздушных силах ВСУ сообщили, что российская армия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89 шахедами. Силы ПВО уничтожили все цели. Отмечается, что управляемую ракету россияне запустили из воздушного пространства оккупированной части Херсонщины, пытаясь ударить по Николаевской области. А шахеды из районов Ейска, Сещи, Курска и Приморско-Ахтарская РФ. Основным направлением удара стала Киевская область. Такое же количество шахедов враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. И как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников. Армия Израиля нанесла удар по столице Ливана в попытке уничтожить командующего Хезбалы. Сахал уже заявил, что удалось ликвидировать Фауда Шукра, которого считают ответственным за смертоносный ракетный удар по городу Маджмальшамс на голландских высотах и другие атаки на Израиль. В Ливане заявили, что в результате атаки Израиля на Бейрут погибли 3 человека, в том числе двое детей, и десятки людей получили ранения. Я напомню, что 27 июля в результате удара по территории Ливана, точнее с территории Ливана по поселку на голландских высотах, погибли по меньшей мере 12 человек и преимущественно дети, как сообщал Израиль. Израиль и США утверждают, что удар осуществляла поддерживаемая Ираном террористическая группировка Хезбала, базирующаяся на юге Ливана. Группировка отрицает причастность к удару. Ряд стран осудили такой удар, в том числе Франция и Германия, а также топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель. В МИДе Франции решительно критиковали атаку на поселок Мадждаль-Шамс и выразили соболезнования погибшим. Франция призывает сделать все возможное, чтобы избежать любой дальнейшей военной эскалации и будет продолжать работать со сторонами с этой целью. Министр иностранных дел Германии Аналина Бербак также осудила обстрел и подчеркнула, то, что погибли дети и молодые люди, которые просто хотели поиграть в футбол, является ужасным. Далее прямая цитата. Граждане Израиля месяцами подвергаются нападениям со стороны Хезболы и других экстремистов. Вероломные нападения должны немедленно прекратиться. Сейчас мы должны действовать с холодной головой. Слишком много людей уже погибло в этом конфликте. Одного из лидеров палестинской группировки Хамас, Исмаила Хани, убили утром в столице Ирана. По информации агентства МЕР, что произошло это в его резиденции. К сожалению, героической нации Палестины и исламской нации, бойцов фронта сопротивления и благородной нации Ирана. Сегодня утром, в среду, в Тегеране был нанесен удар по резиденции господина Исмаила Хани, главы политического офиса исламского сопротивления Хамас. И после этого инцидента он и один из его телохранителей были убиты. Хани был давним высокопоставленным лидером группировки, впервые присоединившись к Хамас в конце 1980-х годов и поднимаясь по карьерной лестнице в течение последующих десятилетий. Реакцию на события генерального секретаря исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейна Аль-Шейха цитирует СНН. Мы решительно осуждаем и осуждаем убийство главы политбюро, национального лидера Исмаила Хания. Мы считаем это трусливым поступком. Это подталкивает нас оставаться более непоколебимыми перед лицом оккупации и необходимости достижения единства палестинских сил и фракций. Экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности Ирана проходит после гибели главы политбюро Хамас. СНН также пишет, что в отдельном заявлении группировка заявила, что Хания был убит во время израильского рейда на его резиденцию в Тегеране после того, как он участвовал в инаугурации иранского президента. Далее о ней подробно. Новый президент Ирана Масуд Пизешкиан принял присягу после победы на выборах в начале этого месяца. Должность он вступает во время эскалации вовьенного конфликта Израиля с террористами Хамас и Хизбалой в Ливане. Поэтому церемония прошла под скандирование лозунгов «Смерть Америки и смерть Израилю». Победа Пизешкиана давала надежду на улучшение отношений Ирана с Западом, что может создать возможности для ослабления его ядерного противостояния с мировыми державами. Но Иран уже обвинил США в поддержке того, что он называет израильскими преступлениями в Газе. Здесь процитирую. «Те, кто поставлял оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман гуманности». Именно это сказал Пизешкиан под скандирование призывов к смерти. В Иране такой парадокс, видимо, никого не смущает. Но на этом фоне обещания нового президента улучшить связи с миром и ослабить ограничения социальных свобод внутри страны несколько меркнут. «Мы будем стремиться к конструктивному и эффективному взаимодействию с миром, основанному на достоинстве, мудрости и целесообразности». Кроме того, на церемонии присутствовали лидеры Хамаса и исламского джихада, а также высокопоставленные представители поддерживаемого тегераном йеменских уситов и ливанской хизбалы. Решающее слово во всех государственных делах, как отмечают эксперты, включая внешнюю и ядерную политику, в Иране все же имеет Айатола Али Хаминеи, который является высшим органом власти. Он также должен утверждать кандидатуры Пизешкиана на ключевые должности в правительстве. Ройтерс отмечает, что кроме растущего давления со стороны Запада из-за быстрого развития ядерной программы Тегерана, перед Пизешкианом стоит важная задача освободить Иран от жестких американских санкций, вновь введенных после того, как Вашингтон отказался от ядерной сделки Ирана с крупными державами в 2015 году. Косвенные переговоры между Тегераном и Вашингтоном по спасению ядерной сделки с шестью крупными державами зашли в тупик с 2022 года. Причем обе стороны обвиняют друг друга в необоснованных требованиях. Но, судя по заявлениям Пизешкиана, он не собирается поддаваться давлению, а санкции называет нерабочими. В определенном смысле это значит, что над остановкой конфликта на Ближнем Востоке Иран также работать не будет. Мир продолжает реагировать на упрощение условий для въезда граждан России и Беларуси со стороны Венгрии. Литва уже обратилась к Европейской комиссии с просьбой проанализировать решение, заявив, что этот шаг угрожает безопасности Европейского Союза. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсберге заявил, что Литва неприятно удивлена. По оценке Литвы, этот шаг Венгрии создает очень серьезные угрозы для безопасности Шенгенской зоны. и многих европейских стран, и поэтому на него необходимо отреагировать на уровне ЕС. Ландсбергес объявил, что Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой провести анализ решения в Венгрии с точки зрения этой целостности Шенгенской зоны и предотвращения угроз для нее. Я напомню, что после визита Виктора Орбана в Москву, Будапешт как раз включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой национальной карты, которую выдают на два года с возможностью продления для тех, кто хочет работать в Венгрии. Проще говоря, регистрация гастарбайтеров. Теперь кто угодно из таких граждан может въехать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок по безопасности и колесить по всему Союзу беспрепятственно. Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал обсудить на саммите лидеров ЕС в октябре решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и белорусов. Интересно, что Будапешт заявил, будто бы многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий. Но Вебер считает, что потребность в новой системе оформления виз в Венгрии является сомнительной. Политик предупредил, что она может создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большему количеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным надзором, создавая серьезный риск для национальной безопасности. В письме Вебера к Шарлю Мишелю содержится призыв к лидерам ЕС принять самые строгие меры для немедленной защиты целостности шенгенской зоны, ограничение риска для безопасности, который уже возник, и предотвращение подобных инициатив со стороны государств-членов в будущем. Глава МИД Венгрии Сиярта же подозревает Еврокомиссию в шантаже его страны и Словакии с помощью решения Украины перекрыть транзит российской нефти. Сначала он предположил, что Еврокомиссия настолько слаба, что не в состоянии отстоять фундаментальные интересы двух государств-членов против кандидатов-членов. Несмотря на угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС, несмотря на кристально явное нарушение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, есть и второе предположение главы МИД. Все дело придумали не в Киеве, а в Брюсселе. И украинское правительство здесь ни при чем, а Еврокомиссия хотела шантажировать две миролюбивые страны, отказавшиеся от поставок оружия. Сиярта заявил, что комиссия и ее президент Русула фон дер Ляйен должны немедленно дать показания, просили ли они запретить поставки нефти. А если нет, то почему Еврокомиссия за более чем две недели не приняла никаких мер? Давайте подбросим господину Сиярта еще пару версий. Возможно, просто страна-кандидат более приглядна для Еврокомиссии, ведь исповедует европейские ценности, а не борется за кровавую нефть Путина и заработки, прикрываясь мнимым миром. И немного позитивных новостей с Олимпийских игр 2024. Украинский боксер Александр Хижняк прошел в четвертьфинал. Спортсмен победил венгра Филиппа Акилова в весовой категории до 80 килограмм. На Олимпийских играх бокс проходит в следующем формате. Боксеры проводят три раунда по три минуты, а судьи оценивают бойцов после каждого. В первом предпочли Акилова 3-2. Во втором раунде сильнее оказался Хижняк. Четыре судьи поставили максимальную оценку лидеру сборной Украины. В решающем поединке украинец нанес серию точных ударов по Акилову. В итоге разделительным решением судей победил Александр Хижняк и прошел в четвертьфинал Олимпиады 2024. Выступление подопечного прокомментировал главный тренер украинского боксера Дмитрий Сосновский. Ему немного сложно, Олимпиада, большой перерыв был из-за травмы и, по-моему, немного не чувствует бой. Но я думаю, что следующий поединок у него будет лучше. Как мы и говорили, опыта у него много, физически готов неплохо, а самоощущения не хватает. Турниров не было, пока лечил травму, а потом ему негде было побоксировать. В принципе, хорошо продышался, старался. Он таков, что все отдает на ринге, чтобы хорошо выступать. Следующий бой полтавского боксера состоится 2 августа. Соперником Хижняка в 1-4 финале станет представитель Бразилии Вандерлейде Сауза Перейра. Следим за успехами наших спортсменов на Олимпиаде и за событиями в Украине и мире. С вами была Яна Богославская. Увидимся в следующем выпуске новостей и пока. Субтитры создавал DimaTorzok